Раик Арутюниан, так называемый президент квазиобразования, вместе с делегацией своих соплеменников отправился во Францию, где провел встречи с представителями политических сил Сената и Национального собрания Франции и дал пресс-конференцию, где участвовали ведущие СМИ страны. Несложно представить, какую звезду словил этот удивительный человек, живущий в своем нереальном, но явно для него самого прекрасном мире. Впрочем, куда ездить Раику – дело его и его лечащих врачей. У нас вопросы к тем, кто принимает у себя человека, обвиненного в серьезных военных преступлениях, то есть к Франции. Страна, недавно принявшая антиазербайджанскую резолюцию, полную лжи и вымысла, сегодня выслушивает бред псевдопрезидента несуществующего сепаратистского образования о якобы агрессии Азербайджана и угрозах народу сепаратистского образования. К сожалению, провокация этой страны против Азербайджана становится уже чем-то привычным. И интервью, данные Араиком Арутюняном, Франц Пресс и телеканалу Франц-24, лишь подтверждают, что армянский вирус лжи действительно заразен. Кроме того, принимая у себя Арутюняна, провозгласившего себя главой сепаратистов, Франция грубо нарушает принципы международного права как минимум соблюдения территориальной целостности и невмешательством во внутренние дела государства. А предоставляя медийную площадку подобным фантазерам, способствует не только пиару человека с явными признаками бредового расстройства личности, но и способствует распространению пропаганды идей ненависти, связанных с перекройкой международно признанных границ. Тем самым Франция окончательно теряет возможность когда-либо снова выступить в роли посредника в процессе мирного урегулирования. Баку-ТВ попросил прокомментировать визит Араика Арутюняна политолога Расима Мусабекова. Визит лидера армянских карабахских сепаратистов Араика Арутюняна во Францию это часть политики Франции по приданию какой-то субъектности незаконному сепаратистскому формированию. Все их усилия направлены на то, чтобы каким-либо образом продвинуть вопрос о прямом диалоге или международном каком-то формате для диалога между сепаратистами и Баку. В глазах Баку Араика Арутюнян преступник, и разговаривать с ним могут только в кабинете у следователя в ответах на вопросы о его преступлениях, связанных с бомбардировкой Гянджи, Тартара, Барды во время 44-дневной войны, когда наносились ракетные удары по гражданским объектам. Такой разговор у Баку с этим Араиком и прочими преступниками может состояться. И вообще-то позор Франции, что они подобными методами пытаются оказать какое-то давление на Баку. Напрасные усилия Азербайджан, естественно, не может не замечать подобное поведение французского правительства и будет отвечать адекватно. Азербайджан 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 Азербайджан